Сегодня мы с вами разбираем различия между разработкой многопоточных и параллельных программ, используемых для решения различных задач в современном программировании. Где-то около часа я буду рассказывать вам, о чем идет речь в данной тематике, и затем будет возможность задать вопросы. Соответственно, помимо присутствующих в аудитории, слушатели у нас есть, слушатели удаленные, им тоже можно будет задавать вопросы, но после завершения рассказа. Первое – это, собственно говоря, вопрос о том, что такое вообще многопоточное программирование, параллельное программирование, откуда эти задачи появляются и зачем они нужны. Современный компьютер, к сожалению, с точки зрения производительности, чистой производительности, достиг своего потолка. Дальнейшее повышение того, что называют тактовой частотой процессора, далее невозможно. Прежде всего потому, что повышение производительности процессора напрямую связано с увеличением числа, как говорят, логических модулей внутри этого самого процессора. То есть увеличение минимальных единиц, составляющих основу логики процессора. Но это увеличение невозможно, если мы просто банально увеличиваем площадь процессора. Электричество путешествует по проводам хоть и быстро, но не мгновенно, и если увеличить площадь процессора, то его производительность, может быть, даже упадет, несмотря на то, что вы выиграете в числе производимых операций. Поэтому единственное, что мы с вами можем делать сейчас, это уплотнять процессор. Вот те самые нанометры, о которых идет речь в новостях, о которых рассказывают, да, вот что очередная какая-то компания вышла на какие-то новые нанометры в производстве своих процессоров. Это и есть плотность, плотность производства процессоров. К сожалению, эту плотность нельзя повышать бесконечно. Существует предел повышения этой самой плотности. И поэтому многие задачи, прежде всего расчетные, задачи, связанные с прогнозом погоды, с обработкой данных, со статистическим учетом и так далее, решаются с использованием так называемых параллельных алгоритмов. Задачу распараллеливают. И вот сегодня я хотел бы рассказать разницу между понятиями многопоточное программирование, работа с потоками, создание, использование потоков и параллельными вычислениями. Представим себе следующую задачу. Начнем с простого. Пусть у нас есть некий сервер. Он получает задачи от некоторых клиентов. Существует большое количество клиентов, которые обращаются к нашему серверу. Давайте себе представим, что время на обработку каждого запроса 5 минут. Каждый клиент работает с сервером в течение 5 минут. В простейшем подходе к решению задач мы должны с вами помнить, что любая современная программа работает и выполняет действия в точном соответствии с законами фон Неймана, придуманными еще в 1945 году и связанными непосредственно с основами современного программирования, с основами построения современной аппаратной программной части компьютера. В этих законах прямо сказано, что любая программа может работать только непрерывно. Как говорил фон Нейман, выполнение вычислений может быть только непрерывным. Почему? Ответ очень прост. Дело в том, что современная программа, она прежде всего работает на уровне алгоритмов, на уровне кода. А код может выполняться только непрерывно. Это означает, что если наш с вами сервер построен по такой классической старой доброй схеме, когда все задачи решаются, выполняются сервером последовательно, то получается следующая схема. На самом деле вот этой фигурной скобки нет. Каждый из клиентов подключается к серверу в свою очередь. Ну, как вы понимаете, это можно дальше продолжить. И, соответственно, допустим, первый клиент подключается к серверу сразу. Второй клиент ждет 5 минут. Второй клиент ждет 5 минут. Третий клиент ждет сколько? Уже 10 минут. Потом 15 минут, 20 минут. То есть, если вам не повезло, и вы, скажем, сотый клиент, вы ждете 99 умножить на 5 минут. Ну, то есть, очень долго. Это, конечно, никуда не годится. И поэтому появляется идея, которая, собственно, и называется многопоточным программированием. Первое, что я хотел бы, чтобы вы для себя уяснили, это следующую традиционную ошибку, которую допускают многие новички, когда речь заходит о распараллеливании и о многопоточном. Распараллеливать на основе потоков можно, и я попозже об этом, обо всем расскажу. Но это немножко не то. Многопоточное программирование, внимание, замедляет работу программы. Вот это очень важная вещь, которую вы должны для себя уяснить и запомнить. Многопоточное программирование, в отличие от распараллеливания решения задач, замедляет работу программы. В данной схеме, для того, чтобы у нас с вами появились потоки, нужно, естественно, внести некоторые изменения, некоторые корректировки. Давайте эти изменения я сделаю. Ну, если быть более точным, я просто нарисую новую схему. По-прежнему у меня есть сервер. Но программа на сервере, программа самого сервера, больше не является единым приложением. Оно запущено в огромном количестве вариантов. Одна и та же программа работает на сервере в огромном количестве вариантов. Это все то, что называют понятием потоки или треды. Тредов может быть очень много. Количество запускаемых потоков на сервере непосредственно связано с возможностями сервера с точки зрения железа. Чем у сервера больше процессоров, или ядер у процессоров, или и того, и другого, мы можем запустить все больше и большее количество потоков. Например, если у сервера 4 процессора по 8 ядер в каждом, у нас получается, в принципе, теоретическая возможность запустить 32 потока, которые будут, внимание, работать параллельно. Вот где появляется впервые слово «параллельно». Если у нас с вами 32 ядра, 32 физических ядра, то мы можем совершенно спокойно запустить 32 потока, и они будут работать независимо, одновременно. Если у нас сервер очень старенький, очень древний, и у нас на сервере всего один процессор и одно ядро, то сколько бы потоков мы не запускали, они все будут работать последовательно, друг за другом. Здесь я хотел бы напомнить одну важную вещь. Что такое многозадачная операционная система? В многозадачной операционной системе вы не выполняете несколько задач одновременно. В многозадачной операционной системе типа Windows приложения быстро переключаются операционной системой между друг другом. Именно поэтому, когда вы в Windows запускаете ресурсоемкий процесс, ну, например, конвертирование видео, другие приложения, как говорят, начинают тормозить. Связано это с тем, что у вас просто не хватает ресурсов на обработку всех потоков. К сожалению, Windows сама по себе операционная система не сильно предназначенная для распараллеливания. По умолчанию Windows вообще не особо умеет распараллеливать задачи. Все зависит от того, насколько хорошо вы программируете. Базово распараллеливать задачи удобнее в Unix-образных операционных системах. Это современные Linux, операционная система FreeBSD и так далее. Или же это использование специализированных языков программирования. Например, современные языки, такие как, ну, например, допустим, C-Sharp, Java и другие языки умеют распараллеливать задачи сами по себе. В них есть готовые технологии, позволяющие очень быстро распараллелить задачу. Автоматические технологии. Разбить ее на потоки и даже распараллелить эти потоки. Но, конечно, еще раз напоминаю, только в том случае, если у вас несколько ядер, несколько процессоров. Современные процессоры могут выполнять задачи по нескольким потокам очень быстро. И было в свое время такое понятие гипертрейдинг, сейчас есть аналогичные понятия, есть понятие виртуальных ядер, когда одно ядро может работать как четыре, как несколько ядер. Это означает, что все равно потоки работают последовательно. Как только у вас появляется понятие виртуального ядра и еще чего-то, вы должны понимать, что если физическое устройство одно, оно может решать одновременно только одну задачу. Но переключения будут производиться очень быстро, и поэтому на современном сервере можно запустить очень много потоков. Эти потоки будут работать почти или совсем параллельно. И дальше происходит следующее. Каждый клиент подключается просто-напросто к своему потоку. Если какому-то клиенту не хватило потока, он просто ждет. В предположении, что у нас с вами сервер не очень мощный, к сожалению, мы с вами можем сказать следующее. Что каждый из клиентов начинает работать чуть медленнее. Если раньше каждый клиент работал в течение пяти минут, то сейчас он может совершенно спокойно начать работать, ну, я не знаю, в течение, скажем, шести минут. Шесть минут каждый клиент. И так далее. Но с точки зрения клиентов вам будет казаться, что вы работаете быстрее. Потому что если раньше, скажем, четвертый клиент ждал 15 минут, пока отработают первые три, то теперь вы работаете сразу. Вас сразу подключает к себе сервер, вы сразу видите отклик сервера, он сразу начинает работать с вашей задачей, но только медленнее, чем мог быть. Ну, мы об этом никому не скажем, конечно, да? И скажем всем, что вот шесть минут – это время обработки клиента. И человек, который не знал о том, что наш сервер мог бы обработать его задачу гораздо быстрее, этого никогда не узнает. Он просто не получит доступа к такой статистике. Но ему в этом случае будет казаться, что он работает сразу же. Вот в чем идея многопоточного программирования. Эта идея не заключается в том, чтобы сделать программу более быстрой. Эта идея в том, чтобы одновременно выполнять несколько задач, пусть даже такое программирование приведет к замедлению программы. К сожалению, мы должны с вами сказать, что если на сервере всего один процессор, то замедление будет очень существенным. Но, грубо говоря, вы должны понимать, что если у нас одно ядро, один процессор, запускать тысячу потоков бессмысленно. Если у нас с вами 32 ядра или процессора, тут неважно, то можно запустить и 32 потока, и 64 потока, ну просто по два на каждом. Это не будет сильно медленно. Может быть, можно и 128 потоков запустить. Может быть, 256 получится. Может быть, даже 1024 потока можно будет запустить на 32 ядрах. Но в конечном итоге, как только количество задач превышает количество ядер, процессоров, вы получаете каждый раз при каждом увеличении этого числа замедление работы программы. Вот что такое многопоточное программирование. Многопоточное программирование – это прежде всего создание такого кода, который позволяет одновременно, пусть даже последовательно решать какую-то задачу с большим количеством клиентов. Естественно, самое популярное применение многопоточного программирования – это клиент-серверное программирование. Именно поэтому я и выделил языки программирования C-Sharp и Java. Если вы пишете современную программу, решаете современную бизнес-задачу в рамках какой-то организации, для того, чтобы эффективно управлять клиент-серверными задачами. Вы берете один из этих языков под Windows C-Sharp, более универсальный язык Java, и пишете абсолютно универсальный код, который позволяет обрабатывать задачи одновременно. При том, что медленнее, конечно, за счет того, что мы не распараллеливаем. Вот что такое многопоточное программирование. Где еще его можно встретить? Ну, на самом деле, в любой ситуации, когда какая-то одна программа должна обработать множество запросов от других программ, это может быть не только клиент-серверное взаимодействие, это может быть вообще любой вид сервера, это может быть и FTP-сервер, это может быть и HTTP-сервер, это может быть любая база данных. Базы данных – это тоже, прежде всего, многопоточное программирование, более того, базы данных – вообще хитрая штука. Базы данных – это не просто многопоточное программирование. В базах данных мы обязаны гарантировать корректность работы с данными. Если несколько клиентов одновременно подключаются к базе, то мы должны гарантировать корректное прохождение запросов. И тут начинаются различные проблемы многопоточного программирования, которые нам с вами тоже придется решать. Например, представьте себе, что у нас с вами в программе есть какой-то набор данных. Вот где-то в программе есть какой-то набор данных. Этот набор данных одновременно читают несколько клиентов. Что значит одновременно? Это означает, что в нашей программе есть потоки. То есть вот эти вот стрелочки, запросы от клиентов, которые пришли, обрабатываются каждый раз каким-то из потоков. Все замечательно, все прекрасно. Данные, вот какая-то переменная, тут x читается, мы знаем, чему она равна, все супер. И тут появляется вопрос. Приходит еще один процесс, который хочет записать. И вот тут начинаются проблемы. Потому что он мог прийти не один, а вместе с ним могли прийти еще процессы, которые хотят прочесть. Кто важнее? Ну, очевидно, что тот, кто хочет записать. А значит, здесь уже начинаются вопросы так называемой синхронизации. Мы должны каким-то образом остановить все остальные процессы. Ну, дать, естественно, доработать тем, кто уже читает. Затем разрешить вот этому специальному процессу записать все необходимые данные. И только потом вот этот вот барьер убирается, и все остальные могут читать. Что если пока этот вот хитрый процесс записывал, а вот те ждали очереди на чтение, пришел еще один процесс, который хочет записать. Мы формально можем продолжать ожидания на чтение. Что если процессов, которые хотят записать, пришло очень много? Ну, значит, те, кто ожидают чтения, будут ожидать. Синхронизация, естественно, как вы понимаете, опять замедляет работу программы. То есть многопоточное программирование очень часто – это именно замедление кода. Не ускорение программы, а ее замедление. Для того, чтобы избавиться от многих этих проблем, в свое время были даже разработаны такие технологии, как паттерны. Вообще, что такое паттерн? Или, как говорят, наиболее распространенная практика в программировании, что такое паттерн? Паттерн или общепринятая практика программирования – это набор законов, кстати, всего паттернов не так много, которые описывают некоторые правила работы тех или иных программ. Наиболее известный паттерн – это так называемая модель «издатель-подписчик», которая позволяет реализовывать грамотное ожидание чтения записи большим количеством потоков, применительно, например, к программам, работающим с базами данных. Реализация паттерна «издатель-подписчик» – это едва ли не основное, что изучают, когда изучают курс программирования на современных языках, таких как C-Sharp, Java или при программировании на C под Linux, когда создают многопоточные программы. То есть, как только вы начинаете серьезно программировать на современных языках или на классике, но в серьезных операционных системах на C под Linux, вы сразу оказываетесь в ситуации, что вам нужны паттерны программирования, общепринятые практики, потому что задачи становятся очень сложными. И в курсе C-Sharp, и в курсе Java, и в курсе программирования на C под Linux все это разбирается. И реализация этих паттернов, и то, как они вообще в принципе выглядят. Более того, в современных языках программирования есть уже даже готовые реализации таких паттернов. Например, в Java это все программируется, ну, буквально строчек за 20-30. Причем сразу начинает работать, потому что в Java работа модели издатель-подписчик фактически является стандартным кодом, стандартной возможностью языка. Помимо этого, есть еще множество задач многопоточного программирования, но, как мы уже сказали, многопоточное программирование замедляет работу программ. Это хорошо, когда нам наплевать на скорость. Как известно, если у вас современная программа работает медленно, есть готовый рецепт, как сделать так, чтобы она работала быстрее. Ну, просто купите современный компьютер, и все. Но что, если у нас задача совсем сложная? Что, если мы с вами не занимаемся всякой ерундой, уж извините, типа там сбора статистики и работы с базой данных? А что, если мы занимаемся чем-то серьезным? Проектируем и планируем полет на Марс, строим новый атомный реактор, прогнозируем погоду, считаем изменения климата на нашей планете, то есть занимаемся такими глобальными задачами. Тогда, как вы понимаете, точность и скорость будут играть очень важную роль. И вот здесь мы с вами приходим к пониманию того, что вообще говоря, такие задачи нужно ускорять, а не замедлять. И вот именно здесь мы приходим к пониманию распараллеливания. Распараллеливание можно пояснить на всех тех же иллюстрациях, что я только что показывал. Согласитесь, если у меня есть тысяча процессоров, то я смогу гораздо быстрее работать с тысячей клиентов на уровне взаимодействия клиент-сервера, правда? Но! Это все, конечно, замечательно, но как это реализовать? Нужно же железо специальное. И вот тут начинаются проблемы. Дело в том, что распараллеливание – это очень серьезная часть программирования. Алгоритмы распараллеливания – это вообще отдельная история. Некоторые алгоритмы до сих пор неизвестны, существуют в параллельном виде или нет. И если вы напишите такой алгоритм, вы там совершенно спокойно можете защищать кандидатскую диссертацию техническую или еще там что-то. Вот то, чем я в свое время занимался. Дело в том, что распараллеливание задачи – это очень непростой процесс. И даже выбор технологии распараллеливания – это очень непросто. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь в распараллеливании, я сейчас продемонстрирую простейший пример. Ну, все, кто учили программирование, знают, на любом языке эта технология есть, что такое массив. Массив – это некое хранилище данных, в котором хранятся какие-то элементы в достаточно большом количестве. И пусть у меня есть простейшая задача. Я хочу сложить все элементы этого массива. Просто вычислить сумму того, чему все эти элементы равны. В каждой ячейке хранятся какие-то данные. Мне совершенно наплевать, какие. Я знаю, что массив заполнен чем-то полезным. Я хочу сложить все данные. Естественно, если мы с вами рассматриваем код на языке C, скажем, то это решается очень просто. Мы просто создаем переменную, в которой будет храниться эта самая сумма. Затем запускаем простейший цикл, в котором, собственно говоря, сложим все элементы массива какой-нибудь вот такой простой командой. Это у меня такой плюсик. Да, просто как-то... Нормально. Плашет забавно работает. Да, ну вот такой плюсик у меня. Значит, ну вот у меня два процессора. Можно ли ускорить решение этой задачи? Конечно, можно. Нужно просто поделить все вот эти данные пополам и дать одному процессору одну половину сложить, а второму процессору другую половину сложить. Ну, понятно, да, что если мы копаем яму, то два человека, копая ее вместе, выкопают ее быстрее. Да, там два экскаватора выкопают яму быстрее, два человека выкопают яму быстрее. Да, там траншею какую-то. Ну, неважно. Понятно, что если каменщики кладут какую-то стену, то если они смогут договориться, то два каменщика положат кирпичи быстрее, чем один. Как? Ну, надо просто пополам поделить, и вот тут начинаются проблемы. Ну, казалось бы, пополам поделить. Вопрос, как? Четные и нечетные можно складывать. Можно поделить реально пополам. Один складывает одну половину, другой – вторую. Можно сделать так, чтобы один процессор шел с начала массива, второй – с конца массива. Как будет эффективнее? Как будет лучше? Как будет правильнее? Это первая проблема. Вторая проблема – что, если у меня четыре процессора? Ну, здесь всегда лучше говорить о степенях двойки. Как поделить? Через каждый четвертый на четыре части, может быть, там идут от начала с конца, другие от середины им навстречу. Как? А что, если процессор 8, а если их 1024? А что, если задача сложнее? Что, если наша задача, ну, например, такая? Есть расчетная область. Какая может быть у нас расчетная область? Да, пожалуйста, у нас может быть, например, вот такая расчетная область. То есть, у нас есть, да, мировой океан, да, тут что-то вот такое вот, да. И нам нужно посчитать что-нибудь, что происходит вот здесь вот, в мировом океане. Да, тут вот еще какая-то земля имеется. Как, например, посчитать динамику мирового океана, течение, гольфстрим? Ну, они же очень сильное влияние на климат оказывают. Вот мы занимаемся, да, прогнозированием погоды, изменением климата на планете Земля. Важные вещи. А как, например, построить расчетную сетку в мировом океане? Какого она будет от размера? Как потом там считать? Вот скажу вам по секрету, если на мировой океан кинуть расчетную сетку из 6 миллионов точек, то в Берингов пролив попадает только одна точка. Ну, а это целых 42 километра. И как-то, наверное, это не очень точно, правда, с точки зрения расчетных задач. Поэтому, собственно говоря, не то, что не очень понятно, что такое вообще параллельное программирование, непонятно даже с чего начать. И вот тут, собственно говоря, появляются как раз те самые параллельные алгоритмы, о которых мы с вами говорим. Существует серьезная наука распараллеливания решения задач. Есть вообще наука, которая занимается вычислениями на компьютере. Называется она численные методы. Занимается эта наука изучениями различных расчетных алгоритмов, которые используются во всех тех задачах, которые я сейчас описал. Эта наука имеет множество каких-то ответвлений. И вот, в частности, есть создание параллельных алгоритмов. Очень серьезная часть программирования, которое изучает то, как пишутся параллельные программы. Естественно, сейчас мы не будем говорить обо всей этой математике, потому что это сложно. Но вы должны понимать, что распараллеливание – это прежде всего серьезные математические задачи. Кстати, это совершенно не обязательно физика, астрономия, химия. Это могут быть и финансы. Я думаю, все слышали о такой замечательной мифической задаче, как написание биржевого робота. Эту задачу никто не может решить, потому что, ну а как вообще прогнозировать динамику рынка? Но все пытаются эту задачу как-то решить. И наиболее функциональные машины, которые позволяют автоматически что-то там в финансовой сфере считать – это нейронные сети. Самообучающиеся программы. Все они построены на законах распараллеливания, и все они запущены. И запускаются только параллельно. Что же такое распараллеливание? Оно возможно принципиально двумя разными способами. Первое распараллеливание – это так называемое распараллеливание с общей памятью. И второе распараллеливание – это распараллеливание с разделенной памятью. Это принципиально разные подходы к программированию, абсолютно разные. Но все они преследуют одну цель – решать задачи быстрее. Вычисления с общей памятью – это наиболее простая к пояснению технология. Общая память – это когда огромное количество процессоров, их действительно очень много, все подключены к единой оперативной памяти. Такие вычисления, такое распараллеливание с общей памятью может существовать только в суперкомпьютере. Потому что современная машина с 6-ю, 8-ю, с 32-мя ядрами, еще что-то – это только лишь баловство. Полноценное решение современных задач, когда вы считаете полет на Марс или еще что-то – это тысячи, две тысячи, может быть, больше процессоров. Такие вычисления возможны только в суперкомпьютере, потому что вообще даже технически непонятно, как такое огромное количество процессоров подключить к одной и той же оперативной памяти. Существует множество проблем при построении суперкомпьютеров – это и нагрузки, это и вопросы охлаждения. Даже конструктивно не очень понятно, что такое суперкомпьютер. Но если у вас есть такое распараллеливание, распараллеливание с общей памятью, его можно вести на основе тех же самых технологий трэдов. Это те же самые трэды, те же самые потоки. Да, или нити. Вот почему? Потому что, собственно, потоки идеальны для решения этой задачи. Что такое поток? Это элемент программы, которая работает на одном компьютере. Просто потоки обычные замедляют работу программ, а эти потоки все запускаются, каждый на своем процессоре и ускоряют работу программы. Ну, естественно, оптимальное количество потоков при распараллеливании просто равно количеству процессоров. То есть вы можете получить распараллеливание, если на своем домашнем компьютере с четырьмя-шестью ядрами запустите четыре или шесть, там, или сколько-нибудь потоков. Ну, естественно, меньше запускать тоже можно, но это бессмысленно. К сожалению, такое распараллеливание очень редко встречается из-за того, что суперкомпьютеры редко встречаются. А для того, чтобы работать с суперкомпьютером, нужно сначала его где-то найти. В нашей с вами стране суперкомпьютеров не так много. Это в основном суперкомпьютеры, размещенные в каких-то фундаментальных учреждениях. Это суперкомпьютеры Ломоносов в здании фундаментальной библиотеки МГУ. Это суперкомпьютер Академии наук, расположенный в так называемом знаменитом здании с мозгами на Ленинском проспекте, здание Президиума Академии наук и так далее. Поэтому, к сожалению, чаще всего встречается именно разделенная память. Что такое разделенная память? Разделенная память – это понятие кластер. Кто такой кластер? Кластер – это объединенные в единую расчетную сеть отдельно стоящие компьютеры. Основной бедой разделенной памяти является то, что в кластере процессоры вынуждены обмениваться информацией друг с другом. В кластере каждый процессор подключен к своей памяти. Таких процессоров и памяти очень много. Они все объединены в единую расчетную сеть. Но для того, чтобы данные могли передаваться оттуда туда, куда надо, процессоры общаются друг с другом. Все процессоры общаются друг с другом. На общение тратится время. К сожалению, на общение тратится время. Если вы хороший программист и у вас есть два процессора, подключенные к общей памяти, ситуация слева на этой картинке, вы можете добиться ускорения в 1,8-1,9 раз. Ну, в два раза все-таки сложно, потому что какие-то потери будут. К сожалению, если вы очень хороший программист и у вас есть кластер, вы можете получить на двух процессорах ускорение в 1,5 раза, если сильно повезет, в 1,6. А скорее всего в 1,4-1,3. А если вы не очень хороший программист, то когда вы распараллелите решение задач в кластере, вы получите ускорение в 0,9 раз. Ну, то есть, чтобы вы понимали, ваша программа будет работать медленнее параллельно, чем без распараллеливания. Кластеры очень сильно зависят от конфигурации. Ну, во-первых, кластер можно построить только на Unix-образной операционной системе, потому что Windows операционная система, она достаточно медленная, и она будет съедать множество ресурсов. Затем в кластерах должны быть очень быстрые провода, естественно, грубо говоря, да, то есть здесь речь заходит уже о чисто физических проблемах. В кластере все машины должны быть объединены как можно ближе друг к другу, то есть физически, с точки зрения организации пространства. Отсюда появляются вот эти все серверные стойки и все прочее. Ну, и, к сожалению, в кластерах невозможно программирование на основе потоков, потому что потоки можно запустить только в рамках одного компьютера. И поэтому наиболее популярная технология распараллеливания на основе кластеров – это технология MPI – Multiprocess Interface. Данная технология позволяет распараллеливать решения задач с использованием разделяемой памяти между несколькими машинами. Технология MPI – это простейшая технология программирования распараллеливания в кластерах. Есть более современные, более хитрые технологии. Они используются где угодно. Это технологии современной визуализации, современной компьютерной графики, когда подключенные к вашему компьютеру видеокарты могут работать в паре или даже несколько видеокарт могут работать одновременно. Это огромные расчетные системы, построенные, например, на современных игровых приставках. Например, очень известная сейчас работающая распределенная сеть на базе, по-моему, 900 приставок PlayStation 4 дает огромный прирост мощности к скорости расчета тех же самых спецэффектов в кино. Ну, правда, простеньких спецэффектов, конечно. Это создание и решение различного рода прикладных задач. Это расчет геометрии корпусов болидов Формулы-1. Это расчет предварительной геометрии самолетов, продувка их в некой виртуальной аэродинамической трубе и так далее. То есть это очень серьезные как прикладные, так и какие-то просто красивые задачи. Но, к сожалению, все эти расчеты могли бы работать быстрее, если бы у нас была общая память. К сожалению, очень часто так получается, что именно к общей памяти у нас доступа-то с вами и нет. Поэтому, когда мы с вами говорим о распараллеливании, мы должны понимать, что, скорее всего, мы, когда распараллеливаем, поговорим именно вот об этой самой технологии MPI, кластер и все, что с этим связано. Зачем нужно распараллеливание? Распараллеливание, в отличие от многопоточного программирования, реально ускоряет решение задач. Поэтому распараллеливание важно тогда, когда вы много считаете. Тот же самый сбор статистики, обсчет каких-то данных в базе тоже может быть распараллелен. И тут появляется вопрос, может ли современная программа быть одновременно многопоточной и параллельной? И вот, к сожалению, ну или к счастью, такие задачи встречаются. Есть ситуации, когда программа должна быстро что-то считать и при этом обрабатывать множество запросов. Ну, например, к вашему серверу подключается клиент и не просто хочет что-то записать в базу или прочитать из нее, а говорит, например, а выбери-ка мне из базы все там данные за такой-то период. Это же одновременно с этим клиентом делает еще один, еще один, и таких клиентов 10 тысяч. Что у нас с вами получается? У нас получается огромная нагрузка на сервер. Что если таких клиентов не 10 тысяч, а 100 тысяч? Что если их миллион? Что если их и 10 миллионов? Мы получаем огромную нагрузку на сервер. И тут мы с вами приходим к понятию, ну, современных проблем программирования. Это, например, защита от DDoS-атак, да, множественных сложных разноплановых запросов. Это пропускная способность сервера как на аппаратном, так и на программном уровне. Все это связано и с распараллеливанием, и с многопоточностью. На низком уровне все эти задачи эффективно и красиво решаются в операционной системе Linux. Задачи распараллеливания, любые, как расчетные, так и прикладные, неважно, чем вы занимаетесь, эффективнее и лучше всего решаются в операционной системе Linux. Ну, или любых Unix-системах. Ну, и, как правило, может быть запрограммировано просто на языках C и C++, как базовый код. Вот. Используя такое программирование на языках C, C++, Linux, в операционных системах Linux, Unix, вы можете как угодно распараллеливать или создавать, да, многопоточные задачи, алгоритмы, работающие с любым уровнем универсальности, работающие с любой скоростью. Вы ответственны за все, вы контролируете скорость, вы можете сделать все, что угодно. Есть более универсальные технологии и более простые. Это, например, возможность на языке программирования C Sharp, под Windows, естественно, распараллелить, а если быть более точным, то раскидать по стандартным каким-то возможностям языка C Sharp и операционной системы Windows свою задачу. Но, скорее всего, это программирование будет именно многопоточным. На C Sharp распараллеливание возможно, но так как язык C Sharp более современный, в нем есть стандартные алгоритмы распараллеливания, которые вы можете использовать, но понятно, что они работают хуже, чем то, что вы написали бы сами. Они универсальные. А все, что универсальное, изначально запрограммированное, оно работает медленнее, чем конкретный прикладной код, который вы могли бы создать сами. Это, естественно, возможность современного языка программирования Java. Ну, это уже в любой операционной системе, да, Java, она кроссплатформенная. Программирование на Java также может быть замечательно, совершенно оптимизировано, как на уровне многопоточности, так и на уровне распараллеливания. Вот я, например, в курсе Java обязательно всегда рассказываю пример, когда программка может управляться и при этом в фоне что-то делает. Ну, там файлы еще, например, на жестком диске. Да и, собственно говоря, любой преподаватель, конечно, обязательно такой пример показывает. И на C Sharp то же самое. Естественно, возможности Java такие же, как у C Sharp. Любой современный язык умеет и знает очень много технологий распараллеливания, создания многопоточных программ и так далее. Но Java – это прежде всего, конечно, кроссплатформенная разработка. То есть там, где, может быть, Java работает медленнее, чем конкретный код на C Sharp, вы не забывайте, что такая программа будет работать и в Windows, и в Linux, и в Mac OS. Практически везде, да. То есть, когда мы с вами говорим о программировании в различных операционных системах, средах и различных языках программирования, то вообще нет никаких проблем с тем, чтобы навязать многопоточную или параллельную программу. Нужно знать только технологии, синтаксис языка и уметь ими пользоваться. Таким образом, если подводить вот некий итог, да, тому, что было рассказано, что такое многопоточное и параллельное программирование. Еще раз. Многопоточные задачи – это задачи, в которых одна машина решает несколько задач, возможно, медленнее, чем она могла бы это делать, но зато клиенты, подключающиеся к этому компьютеру, например, в схеме клиент-сервер работают, как им кажется, быстрее, потому что сервер обрабатывает их всех вместе. При этом может быть медленнее, но и ладно. Параллельное программирование нужно при решении прикладных и расчетных задач тогда, когда вам нужно реально ускорить работу программы. Это нужно тогда, когда вы собираете сложную статистику, когда вы занимаетесь серьезными вычислениями при решении различных задач, неважно каких, вычислительных, прикладных, это совершенно не имеет никакого значения. Важно понимать, что параллельное программирование и многопоточное программирование могут где-то перекликаться. Вот понятие тредов, нитей или потоков, не все специалисты любят термин поток, в этом легко запутаться. Вот, например, когда вы начинаете изучать все эти вопросы в Windows, вы сразу приходите к довольно забавному открытию, что в Windows на самом деле приложение – это всего лишь контейнер для потоков. То есть сама по себе программа, она вроде как ничего и не делает, а делают потоки, которые внутри нее что-то как-то там рассчитывают, запускаются и прочее. В Linux, Unix системах там повеселее, там, чтобы вы не создавали все потоки. Ну, то есть, да, есть различные подходы в различных операционных системах. Но нужно понимать, что в любом случае, да, что бы мы ни делали, в какой бы операционной системе мы ни работали, мы должны понимать, что полноценное распараллеливание или полноценная многопоточность, она прежде всего нужна для конкретных случаев. И параллельность – это обработка сложностатистических данных, это какие-то серьезные вычисления, это решение серьезных прикладных задач. Вот. Таким образом, если вы в будущем собираетесь заниматься разработкой, неважно, в какой операционной системе. Видите, я выписал, ну, практически все современные классические направления языков, ну, все подобные, как минимум, да. Я только не упомянул Swift под Mac OS. Ну, Swift – это отдельная история. Вообще, программирование под Mac OS – это отдельная история. Вы должны разбираться в том, что такое многопоточность, что такое параллельность, в чем между ними разница, чем они похожи, что треды, нити можно и там, и там использовать, и для параллельности, и для многопоточности. И вы должны разбираться в основных технологиях. Вот, собственно, что такое многопоточность и распараллеливание решения задач. Где это разбирается? В каких курсах? Значит, вопросы программирования под Linux на языках C++ разбираются в соответствующем курсе программирования на языках C++ под Linux. Вопросы многопоточного программирования и распараллеливания задач решаются в курсе программирования на языке C Sharp. Это один из основных курсов компании Microsoft. А также в решении прикладных задач на языке C Sharp это создание клиент-серверных приложений, например, отдельный курс, отдельные направления. Если мы говорим о языке программирования Java, то это второй уровень изучения языка программирования Java, который так и называется создание клиент-серверных приложений. Если кому-то вдруг будет интересна математика, то, ну, естественно, здесь можно только почитать учебники, потому что математика это все-таки вещи более сложные, чем программирование прикладных задач. Если кого-то интересуют прогнозы погоды и все прочее, то здесь уже, конечно, нужно обращаться к серьезной математике, в том числе к высшей математике и писать код на серьезных языках C++, C Sharp, Java. При программировании в других операционных системах, при решении других задач, так или иначе, многопоточность тоже может встречаться. Например, многопоточность поддерживается современным стандартом HT05, она встречается в программировании на языке программирования PHP и так далее. Вот что такое многопоточность и распараллеливание.